Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня очень редкая национальность в моей стране генетическая. По документам я другая, то есть самая распространённая в нашей стране. Она сла и воспитывалась среди той нации, какая указана в документах. В нашей стране есть такая графа. Но вот похоже система дала сбой. И сколько волка не кормя, он в лес смотрит. Я сделал открытие, что как бы я с рождения не росла среди навязанных наций, как бы не воспитывалась, но вот, наверное, генетическая национальность, она просчитана в мозгах человека. То есть мой менталитет, весь мой образ мышления, логика и даже юмор принадлежат моей генетической национальности. Хотя я с родной нацией не росла и не общалась до недавнего времени. Моя проблема давно состояла так. В моём сознании что-то не клеится и не ладится в общении с той нацией, среди которой я выросла. Как будто мои мозги вообще напекрень относительно их мозгов. Они все как из инкубатора однотипного образа мыслей. Я резко отличаюсь от того, что я не очень общительный. Дело далеко не в вопросах и советах о личной жизни. Весь менталитет мой напекрень, я не понимаю их юмор, впадают в супор. Они выплачивают глазки, для чего мы пошутили. У меня другой юмор совсем, и они на мой юмор впадают в супор. В общем, непонимание часто. Я общение с людьми поверхностное, поэтому. А тут на форуме Би-17 стало зависать. Там столкнулось с очень интересным феноменом. Среди множества собеседников в теме мне, допустим, кто-то бросился в глаза в те, что у него образ мышления, как у меня, и мозги торчат в ту же сторону, что у меня. Начинаю активные беседы с этим человеком. Получается мгновенная душевная близость, такое умиротворение в душе. Потом смотрю юмор у него, прям как у меня, и восхищает и восторгает до глубины души. Родная душа хочется обнять. Этот человек должен, жена, тянуться ко мне, доходить до того, что знакомимся лично. Переходим в WhatsApp, и что вы думаете происходит дальше? А дальше, в 100% случаев, поясняется, что человек это той же национальности, что и я. Выходит, каждой нации присущей свой нрав. Какую-то, не важно, с каким народом террую. Нация прошита в мозгах. Как программа. Теперь мне достаточно. Вспомнила мультик про Карла Карлсона, где малыш сокрушается, неужели вот так всю жизнь без собаки? Я сокрушаюсь, неужели всю жизнь вот так без родного народа? Уехать в их страну уже не хватит, а нас найти их днем с огнем искать. Это если нация мозгу прошит и все ничего не поделаешь. Как себе помочь? Всю жизнь с рождения живут среди этого народа и чужак я тут. Мозги в разные стороны торчат с ними и хоть тресни. А на том форуме я уже с несколькими родными познакомилась. Именно поражает мое безошибочное чутье на них. По одной личной переписке. По всем их выражениям светится моя родная нация через экран. Сколько волков ни кроме, так и я. Задная кровь зовет. Этот не стоит. Что делать? Вообще, Елена, я думаю, что вам был вопрос, как это сформулировать более конкретно. Как себе помочь? В чем? Что делать? Для чего? И так далее. Я думаю, что вы правы по поводу национальных особенностей. Но так же я думаю, по крайней мере у меня, по моим ощущениям, появилось впечатление, что вы чересчур сильно и чересчур много продаете значение своей нации. Как было бы, на мой взгляд, не справедливо одной только национальности объяснять какие-то ваши, например, неудачи в общении с другими людьми. Да, безусловно, вы выбираете, с кем вам общаться. Это правда. И да, безусловно, вы имеете полное право не общаться с теми, с кем вам не хочется. То есть, вне всякого сомнения, вы можете так поступать. Вы можете выбирать, с кем вам общаться. Если вы считаете, что все дело в том, что это, так называемые, не родные люди, то, ну, в этом случае, в этом смысле, я думаю, что действительно вам нужно искать возможность окружать себя теми людьми, которых вы считаете вам подходящими. Если вы говорите, что у вас нет возможности уехать в их страну, то, соответственно, ну, я думаю, что вот так вот общаться по переписке, может быть сейчас тоже, ну, а может быть и, если есть такая возможность, как-то собираться и выстраивать сообщество и так далее. Но, по моему мнению и по моему опыту, человек, который так много выделяет внимание нации и который вот выделяет этот аспект из конгломерата других аспектов, имеет проблемы с собственной реализацией. И выглядит ваша история про нацию, как, ну, как некая компенсация. Как будто бы вы стараетесь компенсировать, ну, что-то себе вот таким моментом. Понимаете? То есть, ну, что будет дальше? То есть, ну, вот вы окажетесь среди тех людей, которых вы называете своим. Хорошо? А дальше? Как будет развиваться событие? Что будет происходить с вашей жизнью? То есть, на мой взгляд, вы как-то вот с одной стороны, вы действительно нуждаетесь в окружении своими, но, с другой стороны, вы же сами себя как будто бы принижаетесь в том смысле, что ставите свое, ну, вот свое, ну, не знаю, свое состояние хорошее, да? Вы ставите его как бы в зависимость от окружения. Что, на мой взгляд, является, ну, несколько негуманным и некорректным по отношению к вам. Вообще, в принципе, несправедливым. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, что мы здесь говорим о каких-то сомнениях внутри себя и о попытке как-то подтвердить свое право на то, чтобы быть, на то, чтобы жить. Я несколько, ну, так пробежал глазами ваши предыдущие вопросы. Вы говорили там о том, что вот люди пытаются на замуж, за долгат, и вот вы как-то, значит, хотите, чтобы вы сами эту тему не поднимали и прочее. То есть, вот есть ощущение непохожества, да? Есть ощущение непохожества. Непохожество, оно бывает разное. Непохожество, оно бывает, скажем так, ну, непроизвольное, когда человек не похож. Именно вот непроизвольное. То есть, в силу объективных причин, человек не похож на других. Вот. И бывает произвольное непохожество, когда человек выбирает быть непохожим, гордится, этим и, условно говоря, как-то гордо несет вот эту свою непохожесть, да? Ну, как бы по своему социальному пути. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вот вы сейчас свою непохожесть делаете произвольно, вот. Но вы эту произвольную непохожесть хотите подтвердить, хотите ее обезопасить, вот, по большому счету. То есть, вы хотите, чтобы ей ничто не сгрожало и, наоборот, чтобы ее поддерживали. Чувство – это нормальное, желание – это нормальное, это абсолютно нормальное желание. Но, я повторюсь, что вы здесь забываете о том, что есть еще и вы. Отдельная личность, отдельный человек, независимо от того, какой вы нации и так далее, и так далее. Вы сами по себе есть ценность. И ваша реализация, раскрытие вашего потенциала, ваша психологическая свобода, так или иначе, ну, не связана, не может быть, точнее, не может быть, не может быть связана, с вашим окружением, вот. Если вы говорите, что вы не можете переехать в другую страну, да, вот, где вы бы чувствовали себя, ну, условно, лучше, допустим, вот. Если вы так говорите, ну, значит, вы, получается, что делаете? Получается, что вы остаетесь в стране своего пребывания, вот. Если вы остаетесь в стране своего пребывания, значит, вы соглашаетесь на определенные условия, которые в этой стране есть. Нравятся они вам или нет. И, соответственно, исходя из этих условий, вам нужно, ну, продумывать, да, и планировать свою деятельность, свое развитие и так далее. Просто, на мой взгляд, довольно странно было бы, да, при том, что вы делаете выбор оставаться в стране проживания, вот, ну, в той стране проживания, в которой вы сейчас находитесь, да, при этом как бы бороться, бороться, вот, бороться с людьми и, в общем-то, не стараться как-то адаптироваться к ним, вот. Нужно это только вам, потому что по-другому вам не реализоваться, вот. Вот об этом, точнее, в этом ключе я хотел бы, чтобы вы подумали, вот, понимаете, именно в этом ключе я хотел бы, чтобы вы подумали, подумали как следовало. Ну, как, как будет складываться ваша жизнь, как она будет протекать, вот, какой она будет ваша, ваша жизнь, вот, какой вы ее видите, и будет ли она зависеть от того, находитесь ли вы, среди определенных людей, будет ли она зависеть от того, находитесь ли вы среди кого-то, будет ли она зависеть от того, нашли ли вы, ли вы определенных людей или нет, это решает вам, вот. На мой взгляд, по отношению к вам, такой подход является совершенно негуманным. На мой взгляд, такой подход по отношению к вам является совершенно неоправданным. Понимаете? Поэтому вам и нужно сформулировать более четкий вопрос, как себе помочь, спрашиваете вы, с чем, что делать, для чего. Вот на эти вопросы все вам нужно ответить. Понимаете? Вот. Как-то так. Ввиду того, что, на мой взгляд, у вас довольно хорошо развит интеллект, вы можете злоупотреблять тем, что я называю рационализацией. Вот. То есть очень многие вещи вы можете рационализировать, старайтесь объяснить их. Вот. И, на мой взгляд, вы объясняете эти вещи, какие-то вещи вы можете объяснять совсем не тем, чем они на самом деле являются. Вот. То есть вы можете объяснять это чем-то для себя удобно, а по факту может выяснить, что, ну вот, все гораздо проще. Вот. Тем не менее, тем не менее, я повторюсь, повторю очень важный тезис, что все, все, абсолютно все. Это вопрос вашего выбора. Вы выбираете, как ваша жизнь будет платить дальше. Но, но, за этот выбор вам придется платить. У любого выбора будет цена. Например, ценой за решение жить в той стране, где больше ваших родственных, ну, родственных вам людей, это определенные усилия по переезду туда. Вот. Цена оставаться в стране пребывания, вот. И это, соответственно, определенный дефицит, определенные неудобства, определенная депривация, вот. Необходимость как-то адаптироваться под людей и так далее. Вот. И идти на уступки и на компромисс. У любого решения есть своя цена. И мне кажется, что базовая проблема заключается в том, что вы, не имея возможности для себя по какой-то причине принять решение какое-то, вот, не готовы в это решение вкладывать и не готовы за это решение платить. То есть вам нужно сделать свой выбор, в каком направлении вы будете двигаться. Вот. Какой компромисс в этой ситуации вы найдете. Какой компромисс в этой ситуации вас устроен. Понимаете? Исходя именно из ваших возможностей, исходя из ваших сил, вот, исходя из ваших ценностей, вот, и так далее. Вот это очень важный момент. Чем больше вы продаете значение нации, тем более вы отдаляете все от реального мира. Понимаете? И тем меньше у вас шансов остается на то, чтобы жить настоящей, полной жизнью. Понимаете? Вот. Вот. Поэтому решать вам, но решение нужно принять и помнить, что за это решение нужно платить, каким бы оно ни было. Это решение никто за вас не примет. Но вот помочь определиться с решением более чем возможно. Для этого собственно и есть психология. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.